Мы можем вырастить на подоконнике лоджии или балконы помидоры, огурцы, какие-то пряные травы, в том числе редкие. Например, сейчас очень популярны пипина, мамортики. Сейчас очень интересные культуры, такие как лагинарии, которые нормально себя чувствуют на балконе. Много пряностей, которые хорошо себя чувствуют, базилики. Что у нас еще может быть? Душицы разнообразные по высоте и по цветению. Чабрец, тимьян тоже разнообразные, лимонные, медовые. Культуры, которые не требуют хорошего питания. То есть, по поверхности посеяли, взошли, срезали, отросли и еще раз срезали. Значит, помидоры и перцы, они являются многолетними культурами, не однолетними. То есть, вы их посадили, и они у вас постоянно могут находиться на подоконнике, просто не плодоносить в какой-то период, когда у нас короткий световой день. То есть, это растение вы один раз можете посадить и в дальнейшем культивировать. А вот огурцы все-таки заканчивают вегетацию и все. Тушистые какие-то растения, такие как лаванда, тоже могут себя хорошо чувствовать на подоконнике. А также может озеленяться балкон луковичными растениями. Запас питания в луковице, поэтому особых усилий для выращивания рассады или грунта специального не требуют. Выгоняются гиацинты прекрасно, выгоняются нарциссы великолепно. Ну, наверное, тюльпаны не вся группа выгоняется, но тем не менее, тоже, если вы посадите в достаточно прохладный период, то, скорее, почти все растения у вас выйдут. Ну, а также и традиционные растения, которые южные и не требуют охлаждения. Глориоза – это эсмены, это шприкелии, это волоты, которые, в принципе, не требуют постоянного облиствования. То есть растения какое-то время отдыхают. Вы вытащили, поставили на подоконник, они начали цветение или через какое-то время начнут цветение. То есть у вас не приходится все время заботиться о растении, то есть какое-то оно время находится в покое. Зато балкон достаточно облицелен. Также можно использовать бегонии и глоксини. В общем-то, традиционно, опять-таки, растения вроде бы как комнатные, но великолепно себя чувствующие, в том числе и на чуть затененном балконе. То есть те же бегонии хорошо себя чувствовать в полутени. И глоксини также. То есть семейство геснери, конечно, это полутени. По окончании вегетации убрали луковицу на период покоя. Например, просто поставили в том же ящичке на пол. И у вас уже готова на следующий год новая порция растений.